Вестер на Горького. Парковка вся забита. Даже места со знаком инвалид. Здесь стоит иномарка. ГАИ вызывает водителя. Документы в порядке. Логичный вопрос. Почему нарушаете? Такой же ответ везде занято. Если там действительно реальный инвалид подъедет? Реально. Раз, два, три, четыре места. Ну, максимум одно или два будет занято. Так что, я думаю, что инвалиду абсолютно фиолетово тут парковаться или тут парковаться. Если бы сюда зайти, он тут припаркуется, он не поедет на место для инвалидов. Это ваше мнение. Но помните, инвалиду необходимо выгрузить коляску и пересесть в нее, а значит, открыть двери до упора. Поэтому их парковочные места шире – 3,5 метра против 2,5. И располагаются они ближе ко входу, чтобы сократить путь. Хотя это и привлекает здоровых людей. С начала текущего года 21 водитель был привлечен к административной ответственности за нарушение правил стоянки остановки на местах, предусмотренных для парковки инвалидов. Административная ответственность за данное нарушение составляет две базовые величины. Парковаться на местах для людей с ограниченными возможностями могут инвалиды первой и второй групп, а также третий – с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это относится и к людям, которые их перевозят. А вот ответственность распространяется не только на горе водителей. Торговые центры в этой же компании. Если мы видим, что занимает какая-то машина, то охрана сразу подходит, предупреждая, чтобы люди переставили свою машину. То есть как бы на это мы сразу реагируем, потому что это место принадлежит определенной категории людей. Если вы чему-то удивляетесь, давайте посмотрим на мировой опыт. Например, Германия. Там за подобное нарушение штраф 35 евро. А если место понадобится водителю-инвалиду, то машину и вовсе эвакуируют. И сумма санкции уже 250. Сейчас за парковку идет настоящая война. А на ней, как известно, все средства хороши. Только вот создавая для себя комфортные условия, вы наплевательски относитесь к другим. Разве оно того стоит?